Сегодняшний выпуск о спортивных травмах. И мы беседуем с моим очень доверенным, старым другом, доктором Юрой Соболевс. Хочу поговорить про самые распространенные травмы во время бега. По опыту могу сказать, у меня один раз был совершенно немыслимый случай. Плоскостобие может быть радикально большой проблемой для продолжения бега. Я пришел к Юре и говорю, Юра, не могу стоять на ноге. Юра отправил меня на рентген. Очень частый вопрос от вас, это можно ли бегать с протрузиями. Следующая травма, колени. Четыре самых распространенных спортивных травмы при начале беговых тренировок. Мы заходим вот сюда, сюда. Миллион раз в комментариях вы меня спрашивали о том, чтобы я рассказал о спортивных травмах. И мы беседуем с моим очень, очень доверенным, старым другом, доктором Юрой Соболевским. Я после таких выпусков отвечаю на миллион вопросов, как найти Юрия Леонидовича. Вы заходите в фейсбук, на личный профиль Юрий Соболевский. Я внизу дам ссылку на его e-mail и телефон и больше ничего. Это не реклама, это помощь, потому что Юра единственный доктор. Из тысячи докторов, которых я в своей жизни перепробовал со своим спортом и активным образом жизни, которому я верю. Юра, хочу поговорить про самые распространенные травмы во время бега. Мы в момент подготовки обсуждали это и пришли к тому, что их четыре. Это ахилл, это воспаление ахилла, это воспаление надкосницы, это болевые проблемы в колене и это боли в спине. Абсолютно верно. На первое место я все-таки поставил то, что ты называешь воспаление надкосницей, а мы сейчас называем это перегрузочная болезнь. То есть это когда начинают бегать, начинают бегать очень интенсивно, и до этого раньше никогда этого не делали. И обычно через 5-6 недель у таких ребят возникает очень сильная боль, где-то в районе голени. Да, что такое надкосница, показываю, что такое надкосница. Это вот здесь, когда у вас начинается проблема. В свое время с Юрой мы погрузились в спортивную травму беговую с стресс-перелома, который я испытал 11 лет назад, после того, как пробежал марафон за 2,59. Я пришел к Юре и говорю, Юра, не могу стоять на ноге. Юра отправил меня на рентген, сказал, у, батенька, так у тебя стресс-перелом. То есть, как правило, это очень значительная нагрузка сразу без какой-то постепенного нарастания. Как правило, возникает, ну не всегда, конечно, но как правило, возникает на 5-6 неделе этих интенсивных нагрузок. И связано с тем, что кальций выходит из кости. То есть кость становится более-менее такой мягкой. Раньше это назывался еще маршевый перелом, потому что возникал в основном молодых солдат, которые там какие-то значительные нагрузки испытывали. До этого они этих нагрузок не испытывали. Хочу отметить, что заподозрить можно по жалобам, по клинике, по признакам. Процесс, когда возникает отек кости значительный, он виден в начальных стадиях только на МРТ. На рентгене вы уже увидите последнюю стадию, когда в этом месте произойдет, ну в принципе, типичный перелом. Стресс-перелом на тот момент я испытал на 23-й неделе глубокой подготовки. Я тогда бегал минимум 150 километров, максимум 180-190 километров в неделю и пробежал марафон, еще раз повторюсь, за 2.59. Какая была моя основная ошибка, погрузившись в ситуацию? Я не снизил нагрузки. Вторая проблема, с которой я столкнулся и которую я не делал, я не досыпал. Я не досыпал и отрезал от своего сна 2-1,5 часа и фактически в системе я спал с часов по 6. Главный вопрос это сон. Сон и снижение объема. Следующая проблема, вторая, я бы все-таки поставил голеностопный сустав. То есть это совокупность проблем. Все, что связано с голеностопным суставом. С голеностопным суставом. Это вот этот сустав, вот этот сустав, это все, что связано с вот этим. Это может быть воспаление ахила, это может быть воспаление в суставе, в стопе. Чем связаны эти? Смотрите, как правило, вот то, что я вижу по своим пациентам, это все-таки связано больше с нарушением оси нижней конечности. То есть есть такое понятие дисплазия соединенной ткани. Это когда у детей проблема с тазобедренным суставом, но она сама по себе не ходит. Как правило, если есть проблема с тазобедренным суставом, однозначно будет вальгусное искривление в коленных суставах. И это приведет к развитию той или иной степени плоской стопы. Вот если бегать на плоской стопе, то и ничем это не нивелировать, какими-то стельками, упражнениями, тейпированиями, может быть какими-то ортезами, то естественно какие-то отделы голеностопного сустава перегружаются больше, чем они могут это вот как бы, на что они настроены. И конечно же там начнет болеть. По опыту могу сказать, у меня один раз был совершенно немыслимый случай. Это был год назад, когда у меня был подвывих внутри стопы. Что мы только не делали, лечили, кололи, прикладывали, ничего не помогало. Я специально поехал в Москву, среда меня подергал, раз, два, три, я на следующий день побежал уже десятки. Ну согласен, реабилитация и грамотный реабилитолог, это половина успеха. Следующая травма, колени. Тут даже вот для бегунов, да, если взять вообще всех моих пациентов, то колени может даже и на втором месте, может даже и на первом в какой-то мере. Но если взять бегунов, то я бы на третье место поставил все-таки проблемы с позвоночником. Потому что, на мой взгляд, это связано с погрешностями в технике бега. Очень частый вопрос от вас, это можно ли бегать с протрузиями. Так вот, открою секрет, протрузии есть практически у каждого человека. И размер протрузии в данном случае особо роли не играет. Там 8 миллиметров, 12 миллиметров, 4 миллиметра или 7, разницы нет. Расскажи, что такое протрузия и что она в результате. Что такое протрузия? Это проблема межпозвоночного диска. То есть, когда он начинает дегенеративно изменяться, ядро в середине него начинает двигаться. И по краям этого межпозвоночного диска возникают выпинания такие. Вот если оно возникает в районе спинного мозга, это называется протрузия по-нашему. Если там рвется, то возникает экструзия. Ну, а в простонародье на бессарабском рынке говорят, что это грыжа. Что происходит потом? Потом вы начинаете снова-таки давать не-не типичную для вашего организма нагрузку. И начинает вертикальное колебание при беге в хорошем варианте где-то около 8-9 сантиметров. 8-9 сантиметров вы на каждом шаге делаете прыжок. Соответственно, ваш позвоночник 8-9 сантиметров. Конечно, у вас внизу там есть мышцы, есть какие-то всякие штуки, которые амортизируют. Но самое главное, что все равно, все равно этих 8-9 сантиметров вы делаете. Позвоночник получает микроудар, который нажимается на вот эти вот отростки, которые вылазят и здесь находятся между костями. Первое, что надо начать делать, это укреплять мышцы спины. Потому что именно укрепление мышц спины даст вам амортизацию. Второй вопрос. Надо посмотреть на технику бега. И мышцы пресса еще, если мы с мышц начали. То есть не только мышцы спины, мышцы пресса. Обязательно. Легкоатлеты называют это упражнениями на каркас. Я много раз показывал видео, как надо заниматься на каркас каждый день. Всего 10 минут для того, чтобы вы себе не чувствовали этих проблем. Если вы только начали бегать и у вас какие-либо проблемы с коленями, с позвоночником или с другими частями вашего тела, первое, что надо сделать, это провериться на плоскостопие. Плоскостопие может быть радикально большой проблемой для продолжения бега. Пока вы не решите проблему со стелькой, бегать нельзя. Колено. Достаточно сложная проблема, потому что коленный сустав сам по себе достаточно сложный. Там много внутрисуставных структур. Но если у вас проблема с внутрисуставными структурами, то точно рано или поздно придете к доктору. Почему? Потому что бегать с поврежденным мениском, это все равно, что как камень в подшипнике. То есть рано или поздно, если пользоваться этим подшипником, это разрушит этот подшипник. Ну, то есть возникает боль. Если у вас есть проблемы с мениском, четко надо дифференцировать. Это анатомическая проблема или все-таки пока еще на тканевом уровне, то есть дегенерация уйдет. Если это анатомическая проблема, то есть разрыв типичный с формированием свободной части мениска, который перемещается в полости сустава, да, то тут без операции не обойтись. Но единственное, если вам там 90 лет, то понятно, смотреть сериал и он не мешает. Но все-таки жить полноценной жизнью, двигаться, он мешает очень сильно. И без операции не обойтись. Слава богу, сейчас это достаточно простая процедура для пациента. То есть это так называемая хирургия одного дня, делается все малоинвазивно, достаточно хорошие результаты. Что касается повреждения связок, ну это все-таки больше не бегунный. Я имею в виду повреждения крестообразных связок, которые находятся внутри сустава и стабилизируют его. Это проблема игровых видов спорта, это проблема лыж больше. Хотя иногда и случается там, но тоже, скорее всего, закончится все операция, но реабилитация намного больше, чем после проблем с мениском. То есть там в месяцах все исчисляется, до полугода реабилитация. В сравнении с мениском, чтобы вы понимали, через три недели после операции на мениске можно полноценно уже заниматься спортом. У меня были пациенты, которые на следующий день прыгали с парашютом после операции на мениске. Но это так делать не надо. Я просто к тому же... Прикоремая мама дурно деланных игр. Да, это в принципе, ну да, это так делать не надо, но я к чему, это возможно. Когда-то, когда я поломал ключицу в 15-м году и спросил Юре, можно ли бегать, Юра сказал, ну вообще нежелательно. Ну на пятый день после операции я пробежал 5 километров, а на 35-й 35. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте палец, пишите свои вопросы. Юра вот точно зайдет и точно откомментирует. Координаты Юры, повторюсь еще раз, Facebook, личка, Соболевский Юрий. Не надо меня задрачивать вопросом, где найти Юру, как найти Юру. Я уже ответил на этот вопрос раз 200. Раз 200 и каждый раз, к сожалению, Юрыного телефона я не помню, хотя мы ВКонтакте лет 15. Поэтому мне каждый раз приходится зайти в память телефона, сделать копипринт, копипасс. И соответственно, это мне не очень удобно. Если у вас есть вопросы по каким-то специальным видео, которые мы можем с Юрой записать, по отдельным направлениям, пишите запросы. Если эти запросы наберут достаточно большое количество лайков, например 100, то мы этой теме посвятим отдельную программу. Кроме того, у меня есть идея снять в онлайне операцию, например, самую распространенную на колене. Если вам эта идея тоже нравится, пишите в комментариях. Мы закамуфлируемся. Ребята заулыбались, когда при этом слове. Мы пойдем на операцию и снимем эту операцию с комментариями от доктора, что делается. Спасибо, оставайтесь с нами, а мы поехали снимать обзор кроссовок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!